Девочка Готовит Бог Через время она становится женой Мартина Лютера И тогда она поняла, что Господь определил ей Хоть и непростую, но очень счастливую судьбу Ей было 26 лет, когда она вышла замуж И с первых дней совместной жизни Она твердо знала, что прохлаждаться ей не придется Кэти была прекрасной женой, матерью и хозяйкой Она блестяще управлялась с фермами, садами, с котом И всем тем, что со временем приобрела их семья Благодаря ее бережливости и практичности Кэти приходилось вставать до восхода солнца И это побудило Лютера назвать ее яркой звездой Викенберга А те трудности еще в юности закалили ее Так, что она станет для мужа каменной стеной И еще более мужественной, чем казалось бесстрашный Лютер Когда Лютеру пришлось покинуть свой дом Кэти каждое утро и вечер преклоняла колени и молилась Господи, не дай ему впасть в отчаяние А если он уже отчаивается, вложи новые песни в его сердце Она постоянно молилась о Лютере, чтобы он не падал духом Позже Лютер скажет Катя, я знаю, насколько действительно твои молитвы Без тебя я не выжил бы Ты королева реформации Лютер, конечно, мог сказать это о себе Я король реформации И это было бы верно Но он скажет это о своей жене Она королева И вот однажды, когда Лютер был очень огорчен и пал духом Кэти зашла в его кабинет в траурной одежде У них было шестеро детей и другие родственники Когда он ее увидел, он очень испугался Скочил со своего стула, подбежал к ней и спросил Кэти, что случилось? Она сказала, да, случилось Бог сегодня умер Если Лютер разочаровался и так повесил нос Тема нашей сегодняшней проповеди Дата и время Второго пришествия Христа Добро пожаловать на нашу программу Почему Бог скрыл дату Своего Второго пришествия на эту землю И почему скрыл ее все же не от всех Мы знаем, что Второе пришествие Христа является величайшей надеждой человечества Тогда почему Бог скрыл эту дату от большинства? И почему только некоторым все же открыл? И кому же Он открыл ее? Что по этому вопросу говорит Библия? Все мы помним слова Христа «О дне же том и часе никто не знает Ни ангелы небесные, ни сын, только отец» Обратите внимание, здесь апостол Марк говорит Что никто не знает ни ангелы небесные, ни сын С ангелами, ладно, еще как-то можно понять Но почему даже сын не знает? Почему Бог скрыл это даже от сына? И скрыл ли? И насколько скрыл? Что? Христос до сих пор не знает? Обратите внимание Христос ведь не сказал Что не знает И знать никогда не будет Давайте разберемся по порядку Конечно, люди не знают И Библия говорит Что и не будут знать ее никогда В этом и есть замысел Божий Мы понимаем почему Так как для большинства людей Именно дата их смерти И является датой второго пришествия Христа Конечно, сразу после смерти Человек не попадает на небо Вот что говорит Петр о Давиде Ибо Давид не вошел на небеса И это говорит апостол Петр Спустя тысячу лет после смерти Давида Давид все еще не вошел на небеса Давид и сам об этом говорил Просвети очи мои Да не усну я сном смертным Давид называет смерть сном смертным В могиле И Иов так же говорит Если бы я и ожидать стал То преисподняя дом мой Во тьме постелю я постель мою То есть могила дом его Далее Иов говорит Так человек ляжет и не встанет До скончания века он не пробудется И не воспрянет от сна своего И добавляет А я знаю Искупитель мой жив И он в последний день Восставит из праха Распадающуюся кожу мою сию И я воплоти моей Узрю Бога Я узрю его сам Мои глаза Не глаза другого Увидит его Таким образом И Давид И Иов И многие другие герои Священного Писания Уверенно говорят Что они сами лично Будут встречать Иисуса Христа И увидят его своими глазами В день его второго пришествия Когда Христос соберет Всех спасенных По всему лицу земли А тех кто умер Воскресит из могил И не раньше Данил так же говорит О пришествии Господа И многие из спящих В прахе земли пробудятся Одни для жизни вечной Другие на вечное По ругании И по срамлению То есть Библия конкретно говорит Как все это будет происходить И почему в могиле Не славят Бога Потому что человек в могиле Находится в бессознательном состоянии И от момента смерти До пришествия Христа Пройдет лишь один миг Человеку так покажется Человек закрыл глаза Во время смерти И откроет их Уже в день пришествия Господа И ему покажется Что прошло мгновение Невзирая на то Что человек мог Многие годы Находиться там в могиле В этом и есть Величайшая надежда Человечества Вот почему Человек не должен Ориентироваться На дату Физического пришествия Иисуса Христа Для всех Христос придет Одинаково В конце их жизни Просто некоторым Придется дольше Подождать в могиле Но они этого Не заметят И даже знать не будут Им покажется Что прошел лишь Один миг Поэтому Христос Предупреждает Будьте всегда готовы Потому что смерть Может прийти В любой момент И не только В глубокой старости Это значит Что человек Не должен Откладывать Свое спасение На последний момент Думая о том Что время пришествия Наступит не скоро Да Оно может Фактически Наступить и не скоро Но жизнь Человека Ограничена И она может Закончиться В любой момент И сегодняшняя Пандемия Ковид-19 Подтверждает Это Поэтому мы Должны понимать Что для большинства Людей Дата смерти Человека И будет Датой пришествия Иисуса Христа Потому что Человек Сколько бы лет Не провел В могиле Когда его Господь воскресит В день славного Его пришествия Человеку покажется Что прошел Только один миг И тогда Во второе Пришествие Христа Спасенные Пробудятся Из своих могил И соединятся С Господом Вот что говорит Апостол Потому что Сам Господь При возвещении При гласе Архангела И трубе Божией Сойдет с неба И мертвые Во Христе Воскреснут прежде Потом мы Оставшиеся в живых Вместе с ними Восчищены Будем на облаках Встретений Господа На воздухе И так Всегда С Господом Будем Итак Утешайте Друг друга Сими словами Именно Именно Поэтому Господь Скрывает От людей Дату Своего Возвращения Чтобы человек Не впал В заблуждение И не сказал Христос Еще придет Не скоро А тут Жизнь Раз И закончилась И человек Тогда окажется Не готовым Поэтому Христос Говорит Будьте Всегда готовы Ибо Никто Не знает Своего Времени Так вот С этим Понятно Людям Все же Лучше Не знать Дату Пришествия Христа Но Почему Сын Человеческий Не знает И Ангелы Небесные Не знают Почему Нужно Это Скрывать От Христа Мы Можем Предполагать Что Просто Напросто К тому Времени Как Христос Говорил Эти Слова Дата Второго Пришествия Еще Не Была Назначена Так Так как На то Время Еще Не был Решен Главный Вопрос Спасения Человечества И Чаша Весов Колебалась Потому Что Христос Не просто Формально Совершал Наше Спасение А Ему Предстояла Смертельная Битва И Исход Ее Мог решить Только Безоговорочная Победа Иисуса И до тех Пор Пока Она Не Осуществилась Никто Никто Не Говорил Об Этому Ни Сын Ни Ангелы Небесные А ждали Того Момента Когда Христос Победит Нужно Было Вначале Одержать Победу На Кресте А потом Уже Говорить О Втором Пришествии И как Только Христос Совершил Искупление Человечества Своей Крестной Смертью И явился Пред Престолом Божьим Восклицая Совершилось Тогда и была Для всей Вселенной Объявлена Дата Второго Пришествия Христа Так как На Голгофе Было Устранено Главное Препятствие Его Пришествия Христос Победил Смерть И уже Ничто Не может Помешать Пришествию Христа Чтобы было Лучше Понять Этот вопрос Давайте Исследуем Очень важное Библейское Пророчество Хотя Оно Казалось бы Даже Не очень Заметное Может быть Вы ранее Даже не Обращали На него Внимания Итак Откровение Десятая Глава И увидел Я другого Ангела Сильного Сходящего С неба Облеченного Облаком Над головой Его была Радуга Лице Его как Солнце Ноги Его как Столпы Огненные В книге Откровение Мы много Раз Встречаем Ангела Посредине Неба Но Обратите Внимание Этот Ангел В десятой Главе Особенный Не похожий На одного Другого Сильный Облеченный Облаком Над головой Его Ноги Ноги Его Описание Совпадает С Описанием Иисуса Христа В первой Главе Книги Откровения И вполне Возможно Что это Сам Иисус Христос И еще Очень важно Заметить Всегда Когда Бог Когда-либо Являлся На этой Земле Он Являлся В облаке Чтобы Грешник Не увидел Его Лица Иначе Грешник Погиб Далее Написано В руке У него Была Книжка Раскрытая Очень Интересная Деталь Книжка Раскрытая Это Говорит О том Что Сейчас Что-то Должно Быть Открыто То Что Ранее Было Сокрыто Обратите Внимание В пятой Главе Откровения Написано И видел Я В деснице То есть В правой Руке У сидящего На престоле Книгу Написанную Внутри И от вне Запечатанную Семью Печатями То есть Он держит В руке Закрытую Книгу И запечатанную Семью Печатями И это Означает Что Весь Записанная В этой Книге Закрытая За семью Печатями В десятой Главе Книга Открытая То есть Бог Что-то Желает Открыть И вот Написано Этот Ангел Поставил Правую Ногу Свою На море А левую На землю И воскликнул Громким Голосом Как Рыкает Лев Это означает Что то Что он Скажет Будет касаться Всей земли Суши Мора Островов Будет иметь Глобальное Значение И когда он Воскликнул Тогда Семь громов Проговорили Голосами Своими А вот Что Он Такое Воскликнул Что сразу После его Восклицания Проговорили Семь громов Ведь Что-то Он Воскликнул Очень важное Мы Можем С большой Уверенностью Предположить Что он Воскликнул Слово Совершилось Христос 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 После своего Вознесения На небо Явился Перед престолом Божьим И воскликнул Совершилось Спасение Человечества Кстати Слово Совершилось Произносилось Христом Несколько раз В конце Каждого Этапа Спасения Человека Христос Произносит Это слово На Голгофе Совершилось И после этого Умер Также После излития Семиязм Будет произнесено Совершилось Также После того Как Христос Соберет Всех спасенных Во время Второго Пришествия Христа Также Будет произнесено Им Совершилось Поэтому Вполне Возможно Что здесь С раскрытой Книгой Ангел Сильный Облеченный Облаком То есть Сам Иисус Христос После своего Вознесения На небо К престолу Божьему Произносит Именно Это слово Совершилось И когда Он воскликнул Тогда Семь громов Проговорили Голосами Своими И когда Семь громов Проговорили Голосами Своими Я хотел Было Писать Очевидно Раз Иоанн Хотел Было Писать Значит Иоанн Понял О чем Говорили Семь громов Вполне Возможно Что они Проговорили День И час Пришествия Господа Во славе Всей вселенной Было Объявлено Об этом А вот От людей Бог Опять Скрыл Иоанн Услышал Голос Небоговорящий Скрой Что говорили Семь громов И не Пиши Сего Это Значит Что и Апостол Иоанн И Христос И ангелы И вся Вселенная Услышали Эту Дату Но Иоанну Было Сказано Не Пиши Далее И ангел Которого Я видел Стоящим На море И на земле Поднял Руку Свою К небу То есть Здесь идет Речь О Христе Он поднял Свою руку К небу И клялся Живущим Во веки Веков Который Сотворил Небо И все Что на нем Землю И все Что на ней И море И все Что в нем Что времени Уже Не будет Кто может Клясться Именем Божьим Из сотворенных Существ Никто Но в те дни Когда возгласит Седьмой Ангел Когда он Вострубит Совершится Тайна Божия Как он Благоведствовал Рабам Своим Пророкам Вы обратите Внимание Когда Вострубит Седьмой Ангел Совершится Тайна Божия Мы в книге Откровения Находим Семь церквей Семь Печатей Семь Язв И семь Труб Так вот Когда Вострубит Написано Седьмой Ангел Тогда Совершится Это тайна То есть Второе Пришествие Христа Ведь Седьмая Труба Это Пришествие Христа Таким образом Мы можем С большой Уверенностью Предположить Что Семь Граммов Проговорили День И час Пришествия Христа На нашу землю И таким образом И Христос И ангелы И жители Других миров И даже Апостол Иоанн Узнали О дате Пришествия Христа Только от нас Людей Это все еще Осталось Сокрыто И так Будет Всегда И седьмой Ангел Вострубил И раздались На небе Громкие Голоса Говорящие Царство Мира Соделалось Царством Господа Нашего И Христа Его И будет Царствовать Во веки Веков И двадцать Четыре Старца Сидящие Пред Богом На престолах Своих Пали на лица Свои И поклонились Богу Двадцать Четыре Старца Это Представители Нашей земли Которые Воскресли В момент Смерти Иисуса Христа И они Представлены Там Пред престолом Божьим В древности Перед Жатвой Когда все Поля Были готовы К жатве Священник Шел В поле Выбирал Самые Лучшие Колосья Складывал Их В сноп И приносил Пред лице Божие И потрясал Пред Господом Благодаря В первую Очередь Господа За урожай И это Было Символом Что на Полях Большая Жатва А первый Плод Приносится Господу И скоро Пойдут Женицы В поле Так Так точно Произошло И во время Смерти Иисуса Христа На Голгофе Иисус Же Опять Возопил Гробким Голосом И спустил Дух И вот Завеса В храме Разодралась Надвое Сверху Донизу Земля Потряслась Тогда Престолу Божьему И далее Мы читаем Десятой Как мед Что некоторые Попытаются И царях Многих Наша задача Возвещать О скором Пришествии Иисуса Христа А не назначать Даты Пришествия Христа Один Великий Проповедник Как-то Плыл на корабле Через Атлантику Это было Еще В 18 Веке Поднялась Сильная Буря Волна За волной Накрывали Корабль Волны Были Очень Большими 8-9 Метров Все кричали Толкались Ругались Друг с другом У всех На глазах Была паника И страх Смерти И вдруг Он заметил Две семьи Которые Вели себя Спокойно Не толкались Всем уступали Если их Ругали Они извинялись И отвечали Вежливо Казалось Печать Неземного Мира Была На них На их лицах Когда Шторм Утих Этот проповедник Подошел К ним Чтобы Познакомиться И спросил Неужели Вам Не было Страшно А вашим Детям А женам Нет Ответили Они Спокойно С нами Бог Однажды Однажды Небеса Раздвинутся И по Усыпанному Звездному Небу К нам Придет Наш Господь И Спаситель И я Призываю Вас Сегодня Пусть Ничто Не помешает Нам Торжественно Встречать Нашего Господа Давайте К этому Вопросу Отнесемся Очень Серьезно И тогда Когда Иисус Вернется Мы Будем Счастливы По Настоящему Давайте Прислушаемся К красивому Музыкальному Выступлению Пастора Вадима Качкарева Я хочу Туда Где Он Пусть Эти Слова Останутся В вашем Сердце Навсегда Я хочу Туда Где Он В край Небесный В край Желанный Я Смотрю Туда Где Он А Богу Нашему Да Будет Слава Великая А нам Всем Радость В служении Господу По имя Иисуса Христа Аминь Я хочу Туда Туда Где Он В край Небесный Край Желанный По ночам Смотрю Я Вновь В небо В небо Звездное Печально Буду ждать Всегда Хоть В небо Хоть И В небо Сил Дождаться Во мне Тебя Спаситель Иисус Мой Иисус Дорогой Без тебя Я Как в пустыне В зной Ты Войди Меня И будь Со мной Создатель Мой А тебя Все Нет И Нет Думаю С душевной Болью Ты Придешь Сомнения Нет Только Справиться С собою Буду Ждать Всегда Будет Трудно Мне Как Никогда Ты Дай Силь Дождаться Мне Тебя Спаситель Мой Иисус Дорогой Без Тебя Я Как В пустыне В зной Ты Войди В меня И Будь Со Мной Спаситель Мой Буду Буду Ждать Всегда Будет Трудно Мне Как Никогда И Дай Сил Дождаться Вон Мне Тебя Создатель Мой В следующий раз Мы поговорим с вами на тему Что делать Если в жизни христианина начинается шторм Почему происходят штормы И даже в жизни очень верующих людей И может ли так случиться Что в жизни человека шторм А Бог делает вид что не слышит и не видит И дела ему никакого нет до этого Хотя человек с которым это происходит Может быть очень богобоязненным Не пропустите Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на наш канал Рассылайте эти проповеди своим близким и знакомым И пусть проповедь о втором пришествии Христа Дойдет до каждого И вы также можете быть участниками этого Да благословит нас Господь До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова